Детский праздник Детский праздник Детский праздник Хочу сказать, что и украшения из бумаги, во-первых, не есть очень затратными. И любой родитель может себе позволить сделать такое украшение для своего ребенка. Да, самое главное, что он может делать это своими руками. Все это достаточно просто. Бумага бывает разная. Бумага бывает гофрированная, вот такая. Есть обыкновенная бумага, это для детского творчества, можно купить в любом канцелярском магазине. Есть более плотная бумага, она используется во флористике, тоже можно достать в городе совершенно без проблем. Бумага тищью продается в специальных магазинах для декора, для хендмейда, для творчества. На ней мы остановимся поподробнее. Также есть обычная офисная бумага двусторонняя, тоже можно использовать. То есть все материалы легко можно приобрести у нас в городе, это не составит труда. Да, совершенно точно. Бумага тищью продается обычно листами, что очень удобно для изготовления помпончиков в первую очередь. Эти листочки сложены друг на дружке, вот так красиво. Довольно-таки большие листы. Большие. То есть наш помпон, диаметр нашего помпона будет зависеть от размера листочка. Можно сделать поменьше, можно сделать побольше. Так, Микки Маус помогание. Получается, мы сейчас здесь разложим эти листочки, посмотрим, какого они размера. Здесь в упаковке 10 листов. А для изготовления вот такого помпона сколько нам необходимо? Как раз наборчик? Вот как раз 10 листов, да, я использовала вот эти. Вот этот помпончик, здесь 8 листочков, он чуть-чуть менее пышный, но за счет размера он кажется точно такой же. То есть, чем больше диаметр, тем больше листочков нужно использовать. Тогда будет достаточно пышный, легкий, вознужденный, все, что нам нужно. Значит, немножечко уберем сюда вниз. То есть, желательно, чтобы наши листочки были квадратные. Нам нужно будет сейчас обрезать так, чтобы получить квадратик. Вот. То есть, в целом можно использовать полностью все эти листы, но мы можем таким образом немножко сэкономить бумаги для того, чтобы потом из остатков сделать вот такие красивые кисточки, которые тоже потом пойдут на гирлянду и... Я думаю, что из остатков можно будет даже сделать маленькие помпончики. Маленькие, да. То есть, они будут диаметром вот, получается, где-то сантиметров 15, правильно? Вообще, ребят, какие украшения, сейчас самые популярные украшения из бумаги для детского праздника? Вот мы знаем, есть вот такие помпоны, есть вот такие кисточки. Что еще вы можете посоветовать? Нетрудные в изготовлении, ярко выглядят флажки. Не выходят из моды. Можно наделать флажки разных форм, округлый низ, треугольничком, вырезом, хвостиком, растяжечком. Можно на эти флажки наклеить напечатанные буквы с именем именинника. Тогда это приобретает более личностный уже формат. Конечно, да. Всегда хочется почекнуть. И опять же, фотозона. То есть, сейчас много профессиональных фотографов, которые работают на праздниках. И, естественно, фотография получается ярче, когда мы можем на фотографии заметить имя. То есть, мы видим возраст ребенка. И остается на память вот как бы вся эта информация. Так, получается, у нас получился вот такой квадрат, 10 листочков. Нам нужно сложить его гармошкой, что совершенно просто. То есть, загиб где-то, сколько у нас, 2 сантиметра. Вот. И мы сворачиваем гармошкой наши листочки. Микки Маусы, а вот по поводу фотозоны. Как Вы советуете ее организовывать? Это может быть полностью фотозона всего помещения? Или, возможно, какой-то отдельный уголочек, на котором соединить какие-то разные цвета, для того, чтобы было ярче, интереснее? Ну, конечно же, декор всей комнаты сделает фотозону объемнее. Но обычно применяют какую-то стену и какой-то угол. Нужно учитывать несколько параметров. Первое. Высота фотозоны. То есть, она не должна быть низкая, чтобы все взрослые и дети смотрелись на ней целиком. При этом, если фотозона будет слишком высокая, то... Малыши не смогут считаться. Все украшение, да, будет намного выше ребенка. И она уже не будет попадать в кадр. Ребята, а как же добиться вот этой золотой середины, чтобы и взрослый достойно выглядел, и ребенок не терялся? В первую очередь, нужно спрашивать у заказчика, спрашивать, кто будет фотографироваться. То есть, как бы, какие гости... Ну, в целом, можно сделать и снизу, если у нас малыши, то есть, тоже зависит возраст ребенка, добавить украшения и снизу, и повыше. И тогда это будет для всех, для каждого абсолютно подходящим вариантом. А вот по поводу цветовых идей, вы поддерживаете монохромность или все-таки какие-то пестрые цвета, пестрые оттенки? Я считаю, что в первую очередь это задает тематика праздника. Если у нас стиль Микки Маус, мы берем эти основные цвета, красный, берем желтый, немножко черного, белый и, конечно же, горох. То есть, все, это мы таким образом украсили праздник и подчеркнули тему, да, если у нас какие-то мальчишечные тематики, там, зеленые, яркие, красные цвета, да, то есть, все зависит от возраста ребенка и от предпочтения родителя. То есть, что, чем ребенок увлекается, любит и так дальше. Дальше нам понадобится... Дармошка у нас получилась, вот такая. Оформительская лента. Да. Минимал, с какой длины нам нужно отрезать? Давай сделаем подлиннее, на всякий случай. То есть, тоже длина будет зависеть от того, куда мы хотим. Гармошечку мы загибаем на пол, а? Да, это загибаем мы для того, чтобы увидеть серединку. То есть, ровно посередине мы здесь будем завязывать ленточку, вот так. Дальше мы завязываем плотно, крепко ленточку. Именно потом на этой же ленточке мы сможем прицепить наш помпончик. Да, да, да. То есть, поэтому длина должна зависеть от того, куда мы будем вешать, на какой высоте будет висеть наш помпон. Насколько крепко мы завязываем и насколько туго. Как можно крепче. Как можно крепче, да, чтобы никуда не убежал. Это может быть обычная леска, любая лента, искание или оформительская. Ну, лента, конечно, выглядит намного эстетичнее, чем леска. Праздничная. Да, да, праздничная, она будет гармонично смотреться с шариками, которые тоже будут держаться обычно на вот такой же ленточке. Так, теперь наша задача. Очень красиво распушить этот помпончик. Вот так вот, да. Но для того, чтобы у нас были красивые уголки, нам нужно их превратить... Смотрите, вот здесь у нас вот такие остренькие, здесь у нас полукруг. От того, как мы срежем уголки, от этого будет зависеть какой краешек. Я думаю, сейчас все вспомнят практику изготовления снежинок. Да, 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 это очень близко. На самом деле это сделать нелегко. Нужны ножницы очень хорошие, потому что бумага, она хоть тонкая, но она такая, здесь ее очень много. Поэтому лучше это делать, разделить на две части. Чтобы не прикладывать сильные усилия. Да, да, потому что ножницы должны быть очень хорошие для этого дела. Вот так. То есть я делаю острые уголки, как вот на этом нашем помпончике. Острые уголочки просто срезаю с двух сторон. Кроме вот таких помпончиков, кроме флажков, что еще из бумаги мы можем изготовить? Вот вы показали нам гофробумагу. Что из нее можно изготовить для детского праздника? На самом деле из этой гофробумаги можно сделать точно такие же помпоны, только выглядеть они будут немножко по-другому. То есть принцип изготовления точно такой же, но выглядеть они будут немножко тяжелее, но при этом они больше похожи будут на цветы, то есть на какие-то розы. И у меня даже, хочу сказать, наверное, будет больше структуры самого цветка. За счет того, что бумага тишью имеет гладенькую такую глянцевую поверхность, а гофробумага, она... Ее можно будет потом еще подрастянуть, она же складывается. То есть из гофробумаги точно так же изготавливается. Сейчас очень популярны цифры большие, объемные цифры, буквы, тоже элемент фото-зоны, украшаются, делаются огромные большущие цветы. Тоже очень красиво из гофробумаги, смотрится из бумаги тишью. То есть даже уже используются разные строительные материалы, изолон. То есть очень-очень интересно, эти цветочки получаются большие. Давай, ты сильный Микки Маус. Кажу кушал. Так, хорошо. Ребят, а вот вы сказали, что цифры, всевозможные буквы сейчас на пике популярности. Какие еще элементы сейчас самые модные для самых главных модников, которые ждут своего праздника? Еще есть такая замечательная штука на празднике, как кэнди-бар. Вкусняшки все любят. И эти вкусняшки подчеркиваются красивыми топперами, которые вставляются в капкейки, вставляются в пироженки, в торпсом. То есть тоже это красивые распечатки. Есть ли это мультяшки, мультяшные герои, они там присутствуют. Разные цветочки, звездочки, все что угодно. Это тоже изготавливается из бумаги, тоже каждая мама может сделать это своими руками. Красиво украсить тортик, красиво украсить вкусняшки, кэнди-бар. Конечно же, салфеточки, конечно же... Даже салфеточки играют важную роль. Конечно, все должно подчеркивать тематику праздника. Тогда это как можно... Конечно, бывают очень частые случаи, когда ребеночек любит много мультфильмов, и тогда маме нужно не забывать про всех-всех героев и использовать как бы это все. Поэтому, то есть такое случается. Но тоже это должно быть красиво, должно быть красиво и ярко, и должно сочетаться. То есть примитивно даже там о сочетании цветов, это можно почитать в интернете. Информации сейчас очень много, чтобы не заблудиться, это можно всегда найти нужную информацию запросто. Итак, мы сделали наши волшебные уголочки, теперь нужно распушить. Теперь нужно распушить. Распушаем мы сперва одну сторону, получается, раздвигаем в разные стороны по одному листочку. По одному листочку делать это нужно осторожно. Бумага очень тонкая, но при этом достаточно уверенно, чтобы у нас все получилось. Так. Нужно как можно сильнее вот здесь вот натянуть и вот здесь вот это все достать, чтобы до самого-самого краешка. Есть. Вот так. Ребят, какие у вас сейчас самая популярная тематика для организации детских праздников? К вам очень часто обращаются родители для праздников малышей. Что сейчас самое популярное, что детки любят? Детки, конечно же, любят мультяшные герои. Мышки Микки Мауса не выходят из моды уже много лет. Это классика жанра. Пираты, индейцы, поиск сокровищ, что-то приключенческое. Квесты, да. Как мальчишки, так и девчонки. Девчонки тоже любят пиратов. Девчонки любят пиратов. Есть диснеевские персонажи. Холодное сердце. Любят... Принцессы, да. Принцессы. Диснеевские принцессы, я думаю, любят все девочки. Да, все девчонки. Очень-очень жду. Ну, а мальчишки просто без ума от супергероев, от черепашек-ниндзя, от Человека-паука. Очень популярные сейчас герои Лего-ниндзяга. Очень, да. Да, это такие интересные мультфильмы про человечков Лего, которые тоже спасают мир от злодеев. Они настоящие ниндзя. То есть, мальчишки собирают конструкторы и смотрят мультфильмы. Конечно же, представляют, что они являются этими героями. Вот, и, соответственно, приглашают к себе на праздник вот именно таких персонажей. А была тематика, которая вас действительно удивила, чтобы все сказали, ну ничего себе. У нас есть, у нас есть тематическая программа, которую мы делали для нашего собственного ребенка. У нас есть программа, ну погоди. У нас просто наш средний сын, он очень сильно любил этих героев. И мы специально для него сделали, и мы поняли, что на самом деле это, ну как бы, это мы сделали такую программу только для него. Потому что совершенно не пользуется популярностью. Вот. Но периодически, вот действительно, периодически тоже есть такие детки, есть такие мамы, которые говорят, вот любят вот этих героев, волк и заяц. То есть, на самом деле, очень хочется делать каких-то героев, не из мультфильмов, а просто сказочных персонажей. Вот, да, то есть, ну погоди, это мультик, но в первую очередь это волк и заяц. Это не какой-то супергерой, это обычные зверушки. Вот. И очень хочется делать таких программ побольше, но, к сожалению, они не пользуются популярностью вот среди современных деток. Это большая редкость. То есть, хочется лисят, мышат, зверят, то есть разных-разных малышатских тактик программ. А вот интеллектуальные детские праздники у вас заказывают? Возможно, есть маленькие Эйнштейны? Сейчас очень популярно химическое шоу, разные эксперименты, но точно так же квесты. Квесты – это тоже очень такая думательная программа, где нужно проявлять смекалку. И поэтому вот у нас там есть разгадывание тайн разных, разгадывание загадок, расшифровки тоже. Это любят все дети. Это любят всегда, потому что деткам сейчас, к сожалению, очень много шоу. То есть, когда дети смотрят и очень мало участвуют. Все привыкли просто смотреть, смотреть мультфильмы, сидеть на диване. А детей нужно шевелить, нужно развивать в них свои скрытые творческие способности. Поэтому вот программы, активные квесты, там, где они принимают участие, они непосредственные участники процесса. Это и не только весело, интересно, но еще очень полезно для них. Вы занимаетесь ведь не только детскими праздниками, есть еще и взрослые какие-то мероприятия. В чем специфика детского праздника, самое главное? Самое главное – это чувство детей. Детки бывают очень скрытые, бывают очень… То есть, нужно понимать, если взрослый человек, он может сказать, то ребенок не всегда может рассказать, что он думает на самом деле. Поэтому нужно очень тонко чувствовать, нужно быть внимательным к ребенку. И действительно, это нужно знать очень хорошо детскую психологию. Тогда это поможет в этом деле очень сильно. Вот такой замечательный помпончик у нас получился. Добігаю завершение уже другого дня нашего прямого эфиру. Хочу напомнить нашим телеглядачам, что до нашей студии, до нового дня, звітали организаторы детских свят Дмитро та Анна Илькини. Начали нас делать ось такие чудовые помпоны. И дякую вам, друзья. Думаю, что ось такие чудовые Микки и Мини Маусы – не восстание в нашей студии. И еще много, чем будут нас радовать. Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. До новых встреч. Пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.